Кто я? Всем привет! С вами актриса за кулисой Валерия Трунёва. И в гостях у меня сегодня актёр, режиссёр, композитор Женя Харланов. Привет! Привет! Жень, расскажи немножко о себе сначала. Постараюсь в двух словах. Ты уже сказала, я актёр, композитор и даже студент решфака. Я учусь в Щуке, сейчас на третий курс перешёл. Я играю всю жизнь в новом артеатре с 10 лет, то есть уже больше 20 лет на сцене. Но снимаюсь в кино, вы меня могли видеть, наверное, в каких-то картинах, более или менее популярных, в самых разных ролях. Отец семейства, человек, самец человека. Приятно познакомиться. Мы сегодня будем говорить о поступлении в театральный институт, потому что, во-первых, Женя закончил театральный институт, актёр уже больше 20 лет, как он сам сказал. Будем говорить про театральную студию, про сам новый артеатр и про кино, которое тоже снял Женя. А, точно. Итак, начнём с самого насущного. Сейчас идёт пора поступлений, очень многие ребята мне пишут, спрашивают, задают вопросы. И поэтому, первое, самый банальный вопрос, как поступить в театральный институт. И как бы ни стараться, ни как, ни как... С точки зрения организационной, всё так же, как в любой институт, нужно подать документы, прийти и поступить. Отличие принципиальное во вступительных экзаменах. Я так буду стараться тебе рассказывать и сюда рассказывать, потому что я так немножко в полбок. Поскольку здесь нету таких общеобразовательных дисциплин, они есть, но после. А сначала идёт творческий конкурс. Он состоит из где-то трёх этапов, где-то четырёх. Заключается в подготовке и чтении программы. Что это такое? Ты должен прийти, там несколько туров, ты приходишь на первый тур, у тебя есть в запасе стихотворение, басня, песня, проза. Лучше, если не одна, чтобы это были разнообразный материал. То есть, если стихи, то разные стихи, если проза, то же не одинаковые, разные, несколько проза. Надо их хорошо знать и надо их ещё и читать. И чем лучше их читать, тем, простите за тавтологию, лучше. Проходится несколько туров. Сначала первый, потом тебя отправляют на второй, потом на третий. После третьего конкурс. Это как бы финальный тур, где у вас уже остаётся не так много абитуриентов. В целом конкурс огромный. Понимаешь, я вот помню, я школу заканчивал. Я и ребята все думали, ой, там куда-нибудь физмат поступить, там 15 человек на место, за голову хватались. А я когда приходил в щуку, я думаю, господи, 300 человек на место. Да какая уже разница, там сотни больше, сотни меньше. Желающих учиться очень много. И здесь кто как бы на коне, тот и впереди. Хорошо, ты рассказал про то, что нужно подготовить программу. А как её вообще выбрать для себя? Процесс тонкий. Забегая вперёд, да, я готовлю ребят, я помогаю ребятам поступать. И сам поступал, соответственно. На это надо потратить время. Это не получится сделать за неделю. Это не получится сделать за месяц. Тут чем больше, тем лучше. Нет, не надо начинать в шестом классе, если вы уже решили, по той простой причине, что до десятого класса вы вырастите, и вам будет уже другой материал нравиться. Но процесс тонкий. Каждому человеку мы индивидуальны, да. Нам нравятся разные вещи, разные авторы. Нас беспокоят разные темы. И вот нужно выбрать материал такой, который будет как-то тебя касаться. Это не значит, что, я не знаю, если у меня родители сильно пьющие, у меня обязательно материал про алкоголиков. Нет. Вот ты меня понимаешь, потому что училась, да? А как объяснить, что это тебя касаться? Ты вот его глазами даже читаешь, не вслух ещё, а просто глазами. И он тебя беспокоит на уровне того, о чём он. Первое. Материал тебя беспокоит. И тебе хочется его читать. Тебе хочется говорить на эту тему. Второе. Материал достаточно ёмкий. Проза на... Даже на две страницы, а четыре, это уже много. В лучшем случае несколько абзацев послушают. Нет, в крайнем случае послушают целиком. Но это такая редкость. И материал должен быть разнообразен. Потому что кафедра смотрит на проявления. Они хотят увидеть и темперамент, они хотят увидеть и сосредоточенность, и умение удерживать внимание, и обаяние хотят увидеть. И чем шире будет диапазон представленной кафедре, тем вы покажетесь богаче. Очень часто меня спрашивают, а поступлю ли я, если я, например, не выговариваю «с», или «я толстый», или «я худой», или «я высокий», «я низкий». Ну что я скажу? Ну, с речью нужно, ей нужно заниматься. Это правда. Между двумя одинаково сильными абитуриентами выигрышнее выглядит тот, у которого нет проблемы с буквами. Что касается фактурных вопросов. Толстый, худой, длинный, короткий, кудрявый волос. Ребят, ну вы посмотрите на артистов. Все худые или все толстые, или нет среди них лысых, кудрявых, кривых. Крамеров-то косой был? Ребят, Савелий Крамеров. Почитайте, кто. Замечательный артист. Великий. Косой. Среди огромного количества актрис, актрис более крупного сложения, меньше, по-моему. Знаменитых еще меньше. То есть эта ниша, она значительно более освобождена, нежели от актрис модельной внешности. Поэтому нечего бояться. Да, ничего не бойтесь! А скажи, пожалуйста, обязательно ли уметь петь и играть на музыкальных инструментах, танцевать, чтобы поступить? Не обязательно. Спасибо. Не является решающим при зачислении, ну играешь ты на гитаре, ну не играешь ты на гитаре. Если ты хороший, тебя возьмут. А если ты поступаешь на платное, тебе нужно проходить такой же конкурс, как тем, кто на бюджет поступает? Однозначно. Такой же ровно конкурс, такой же сложный. Само обучение у платников ничем не отличается. Есть такой миф, что занятия в театральной студии мешают поступлению, что потом появляются какие-то штампы у ребят, что их сразу видно, их сразу скидывают и так далее. Помогают ли, мешают ли? Дело, конечно, как говорится, скользкое. Студии разные, педагоги в студиях разные и студийцы разные. Одну и ту же информацию воспринимают по-всякому. Мы вот, у нас есть студия при театре, у нас новый арктеатр, да, и студия на 2.0 при нем. Где-то, у меня такое ощущение, что занимаются просто, ну развлекают что ли детей, чем они занимаются. К нам приходят на прослушивание дети из других студий, московских. Их в Москве прям миллиард, это стало ужасно популярно. Они такие, знаете, дрессированные дети. Так, наверное, мы это называем. Нету ни грамма жизни, там нет ни грамма профессии, ни намека. Какое-то сплошное какое-то представление, что ли. Не знаю, если мы читаем стихотворение, то это, значит, все в стихах. Если, ой, не в стихах, все это изображается. Песня зримая. Если человек выходит на сцену в этюде, в простом, его что-то вдруг корежит, он начинает наигрывать. Играть все подряд, только не то, что нужно. Он не действует. Актер-то должен действовать. Вообще-то, слово актера, слово актер. И разводишь руками, а смотришь там в анкете, да, вот, занимался в такой-то театральной студии два года, три года. Там погоны можно уже людям надевать. И ничего нет. Я считаю, что таких детей испортили. И если в таком виде они будут поступать, конечно, они не поступят. Но это невозможно. Есть другие студии. Можно я буду хвалить нас? Не для рекламы, в данном случае. Я просто здесь провел всю жизнь. И я видел много детей, и видел наших абитуриентов, и наших выпускников, и тех, кто закончили вузы. Это довольно большое количество людей, немаленькое. У нас шкурный интерес. В нашем театре играют дети. Они выходят на сцену с профессиональными артистами. Со мной, пожалуйста. Мы играем в одном и том же материале на одной сцене. И для этого требуется профессия, требуется ее знание. И поэтому наш интерес дать им эту профессию, хотя бы в том виде, в котором они могут ее воспринять в своем возрасте. Столько, сколько нам часов отведено, там, этих педагогических. Вот мы, лично я стараюсь вложить, чтобы, господи, он выходил на сцену не совсем в ванне, не совсем с морозу. Ну как? Чтобы с ним можно было взаимодействовать. Чтобы зрителю не было скучно. Чтобы нам не было стыдно. И именно эта цель заставляет нас обращаться к институтским учебникам, к институтским упражнениям. Для более младших адаптировать. Для более старших не обязательно. Они, в принципе, довольно общечеловеческие, эти упражнения. Давать им практику у нас, на нашей сцене. Потом, кому требуется, того мы готовим. Кто-то из детей отваливается сам уже к 17 годам, понимая, что он потусовался, даже поиграл ему хорошо. Ну все, пойдет дальше заниматься химией, нефтью. Кто, кому интересно, он продолжает и готовится. Ко мне обращаются. Кольки Павловны Ковыльные обращаются. Это небольшой поток людей. Это в год, ну там, 3-4 абитуриента, 5. Мы их готовим. Получается. И не получается. У нас тоже бывают неудачи, я за них переживаю, потому что опять это лотерея. Вот я знаю музыкальный театр юного актера, я их всегда хвалю. Они с музыкальным уклоном, но вообще-то я знаю оттуда и людей, которые учились со мной в параллель, оттуда они поступили. И которые уже там потом поступали. Знаю этот театр. Раньше они очень ответственно относились к подготовке и вообще к воспитанию юных артистов. Сейчас не знаю, я давно у них не был. Был такой класс-центр Казарновского или школа Казарновского. Оттуда ребята знают, поступают в институты. Две школы, по крайней мере, я вам назвал. Третья наша. Студия на 2.0. Наверное, есть еще. Расширяйте кругозор, узнавайте. Ну, я вот, ты говоришь, не хочу рекламировать ваше студию. Я хочу прорекламировать. Я в ней тоже занималась. Нет, давайте, честно, мы это для этого. Ну, в том числе. Она, правда, замечательная. И воспитывает не только, как мне кажется, актеров, но в целом людей, наверное, в первую очередь. И здесь учились ребята не только те, которые хотели стать актерами, вот как ты сказал, и поступать. Просто дети занимались важным делом своим развитием, культурой и так далее. Многие, как я знаю, учились в театральной студии, потом поступали в институт и возвращались к вам в театр. То есть такая история. Да, есть такая практика. Как раз есть вопрос про то, что сложно ли потом вообще после учебы попасть в театр? Сложно. Не потому, что в театре все злые и никого не хотят брать, а потому, что в театрах нет места. Ну, посчитайте сами эту математику, сколько вузов в Москве, сколько выпускают курсов, сколько студентов. Как правило, блин, хороших. Я уверен, что у нас хорошая театральная школа в Москве, поэтому большинство студентов, выпускников – это хорошие артисты. Хотят попасть в театры в Москве. Очень много. А мест нет, потому что там уже есть артисты, их же не выгонишь. Поэтому трудно. Да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про вашу студию. Чем вы вообще занимаетесь, какие у вас занятия вообще проходят? Как у вас проходят репетиции? Ты говоришь, у вас дети играют. В театре прям, да? Это же профессиональный театр. Вот. Расскажи, как это вообще все происходит. Ну, как происходит? У нас есть студия, она на Хамовниках находится. В Хамовниках будет по-русски. У нас несколько дисциплин. Это актерское мастерство, это сценическая речь, это хореография. Есть еще рядом вокальная студия, это тоже наши ребята. Но она как бы не входит в круг этих дисциплин, она там отдельно. Кто хочет заниматься, тот занимается. А у дошкольников есть и вокал, хоровой. Несколько занятий в неделю по мастерству, несколько занятий по хореографии, несколько по речи. Собственно, вот и весь наш ассортимент. На мастерстве мы занимаемся разнообразными тренингами, там несколько групп, они разновозрастные группы, да? У меня ребята среднего возраста и старше, и кто-то помладше. Мы занимаемся самыми разнообразными тренингами, которые развивают все необходимые для артиста качества. Фантазию, воображение, внимание, волю, да, ритмичность, пожалуйста. Там, ну, все, что необходимо, мы стараемся это развивать. То есть, ребята делают тренинги, готовятся, делают этюды, общаются. Два раза в год мы стараемся делать такие отчетные показы по разделам. Собственно, это не мы придумали, это в институтах так делают. Это важно для того, чтобы как-то подводить какой-то итог. Хорошие студийцы попадают уже к нам в спектакли. Быстренькое уточнение, значит, с какого возраста и до какого возраста можно попасть к вам в студию? По-моему, с 4-х и до 18-ти лет. Ну, то есть, если 17, еще можно? Да. Приходите. Есть и взрослая, кстати, студия. Есть, да, мы ее называем клуб анонимных артистов. Туда можно, в общем, ну, как, от 18-ти, и сколько здоровья позволяет, можно приходить. Ну, это, конечно, потрясающе, что ребята сразу играют в профессиональных спектаклях, что они с профессиональными артистами наравне действительно, то, что ты говоришь, это не развлечение. То есть, у вас студии в театре занимаются не развлечением детей, а их действительно развитием профессиональным, заточенным, да, то есть, как бы. И, кстати, большой влог про новый арт-театр, про то, как выглядит их сцена, закулисье, их спектакли, уже есть у меня на странице, я ссылочку прикреплю. Мы внутрь сегодня заходить не будем, про это мы уже снимали. Но ребята помимо этой сцены выступают на большой сцене на Страстном, да, в театральном центре на Страстном. Вот, и я предлагаю нам сейчас туда переместиться. Сейчас мы находимся в гримерке в театре на Страстном, где у ребят сегодня спектакль на большой сцене. Покажу немножко за кулисья, позадаю вопросы студийцам, которые сегодня тоже играют в спектакле, хотя они еще совсем малыши. И мы увидим ребят, которые уже много-много лет занимаются в театральной студии, уже много лет в профессии. Те, кто планирует поступать в театральной, те, кто не планирует поступать в театральной, занимаются для души. Те, кто планировали поступать в театральной, поступили, закончили и снова стали артистами нового арт-театра. В общем, всех-всех-всех, одну большую театральную семью. Играть на большой сцене в театре на Страстном действительно определенное событие для нового арт-театра. Их основная сцена находится на Ленинском проспекте, влог оттуда уже есть на Рутубе, если вы вдруг не видели, ссылочку оставлю, переходите, смотрите. Я застала ребят в момент, когда они разводили сцены, примерялись, куда поставить декорации и как вообще существовать на такой большой сцене. А вот и Женя, он очень серьезный, сосредоточенный и сейчас занимается вводом нового артиста на свою роль, а также помогает ребятам освоиться на большой сцене. Как вы могли заметить, в спектакле работают профессиональные взрослые артисты и наравне с ними студийцы, молодые ребята, причем некоторые выходят на такую большую сцену уже не в первый раз. И у некоторых из них я решила взять небольшое интервью. Приятного просмотра! Ребята, привет! Вы студийцы нового арт-театра? Да. Вы сегодня будете играть в спектакле? Да, на Страстном, вода в стакане. Вы в первый раз на такой большой сцене играете? Нет, уже третий. В начале у нас было 25-летие. Юбилей театра. Второй раз играли, это был 250-й спектакль, и сейчас... 150-й. 150-й спектакль, и сейчас, получается, второй раз играем на Страстном. А как вам вообще играть на такой огромной сцене? Не страшно? Ну, есть, конечно, немножко волнение. Небольшое волнение, чуть-чуть, так как непривычно. А, хорошо, скажите, а вы собираетесь поступать в театр, а не все? Да. Я да. А вы? Ну, сейчас пока сложно сказать, потому что еще есть много таких... Не развлечений, а занятий, которые мне нравятся заниматься. Спорт, и еще у меня очень хорошо с учебой, то есть пока сложно сказать. Но это очень хорошая сфера, и мне очень нравится, что я в ней уже почти 8 лет. О, молодец. Профессиональные актеры, и те 8 лет еще нет в этой сфере, а ты уже... А скажи, как ты думаешь, тебе занятие в театральной студии поможет, то, что ты занимаешься в новом артеатре, поможет тебе поступить вообще в театральный? Конечно, тут дают все для того, чтобы поступить в театральный, все уроки и всякие занятия помогут. Ты будешь заниматься с кем-то из педагогов нового артеатра? Я думаю, что да, скорее всего. С кем? Ну, возможно, с Ольгой Ковылиной, заслуженной артисткой России. Ребята, у вас выход, бегом, бегом, бегом! Привет! Привет, 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 привет! Как тебя зовут? Маша. Маша, ты занимаешься в студии при новом артеатре? Да, все верно, да. А ты в каком классе сейчас уже? Я в девятой, девятую заканчиваю. Ага, и ты планируешь поступать в театральный? Нет. А, не планируешь? Ты для общего развития, да? Да, да, да. Ну, я очень люблю театр и люблю людей, которые здесь работают, и поэтому мне приятно здесь находиться, и я этим занимаюсь. Супер! А ты уже играла на такой большой сцене, или это первый твой опыт? Нет, это второй раз, вторая вода, и, ну, второй раз он тоже, конечно, страшный, но в первый раз, мне кажется, было страшнее, и всё дольше, и сложнее. А вот я видела, что Женя снимал фильм, скажи, ты видела этот фильм? Да и что нет. Не видела с участниками, со студийцами, вот он фильм снимал, ещё не посмотрела? Фильм? Нет, наверное, нет, ещё не смотрела. А самой интересно было бы в таком поучаствовать? Конечно, конечно, ну, любая занятость, особенно в театре, это очень интересно. А кем ты вообще хочешь стать, планируешь? Продюсером. Театральным, киношным? В театральном, скорее, и ставить разные постановки, вот, с новыми молодыми актёрами, и делать спектакли. Супер! У вас потрясающая творческая атмосфера и окружение. Спасибо тебе большое за интервью. Тебе спасибо! Всем привет! Как тебя зовут? Я Аника. Очень приятно. Скажи, пожалуйста, ты сегодня не играешь в спектакль? Нет, нет, я не играю, я тут в роли администратора. А вообще ты в театральной студии занималась? Да, занималась два года до 18 лет более активно, как-то развивалась в этой деятельности, хотела как-то продолжить свою карьеру в плане актрисы, поступить далее в театральный. Не поступив в театральный, я дальше продолжила заниматься в детской студии, а потом я уже всё, и перестала и поступать, и заниматься. И вот теперь я как бы здесь в роли администратора помогаю там, чем могу. С новым артеатром прощаться не хочешь, да? Нет, не хочу, это прям такая уже частичка моей жизни, хоть я здесь и недолго, 4 года, но это всё равно каждодневная частичка, и каждый день я здесь как-то принимаю участие. Вот, очень-очень. Спасибо тебе большое! И удачи! Да, и вам спасибо! О, отлично слетали! Смотри, помимо того, что студийцы занимаются в студии, поют, танцуют, занимаются речью, играют в спектаклях, играют в спектаклях на большой сцене, ты мне сказал, что они ещё снимаются в кино. Я посмотрела фильм, который ты снял, по твоим словам, ты начинала это как педагогическую историю, да, просто для развития ребят, а в итоге получилось просто замечательно. Да я не знаю, чё они кроме травы едят. Попробуй. Ссылка на фильм внизу, вы его обязательно посмотрите. Я хочу, чтобы ты рассказал вообще, как этот фильм родился, о чём он, как вы его снимали, кто участвовал, вообще про все процессы. Фильм является как раз частью тех проектов, которые иногда хочется делать с нашими студийцами. Мы об этом говорили, да, вот про выпускные спектакли, ещё что-то. Всё-таки иногда хочется тем студийцам, которые по какой-то причине больше или меньше заняты в репертуаре, дать что-то ещё, как-то подвести итог их знания. Действительно была абсолютно педагогическая затея, вот что-то с ребятами выдумать. Сделать с ними спектакль не представлялось возможным, потому что мало часов именно в студии. Надо было как-то придумать какую-то замуту такую, чтобы и ребятам знания свои проявить, да, умения. И при этом как-то не репетировать с ними, что ли. Ну, репетировать всё равно пришлось, но не столько, сколько бы это заняли, там, репетиции спектакля. Какому-нибудь думаю, надо какое-то видео делать, что-то должно быть связанное с видео. Вот родилась идея снять фильм. Нужна простая история, нужен телефон, несколько детей и снять с ними. Ну, в чём проблема? Хотел сделать это очень просто, очень дёшево, ничего не тратить, потому что, если уж спектакль требует денег, ребят, кино снимать, ну, это вообще капец. Вот написалась простая история, да, на четырёх мальчиков и девочку. Взял наших ребят, и вот получилась такая картина. Почему это про любовь, почему про первую любовь? Потому что, мне кажется, это близко для подростков. А когда ещё проходит первая любовь? Она же не в 50 лет происходит. Хотя у кого-то, может быть, в 50. Но в итоге сняли не на телефон. Да, да, сняли вообще не на телефон. Я, конечно, я же сам с ним это. Я всё сделал. Я написал музыку, написал сценарий, нашёл артистов, то есть сам их воспитал, по сути. С ними всё срепетировал, но надо, чтобы кто-то держал камеру. Вот этого я не умею совсем. История получилась ностальгическая. Хотя я туда не вкладывал никакой ностальгии. Я люблю воспоминать своё детство, но я не страдаю. Для меня это первый режиссёрский опыт. Хвалиться фильмом не буду. Фильм надо смотреть. Только так можно сделать какое-то объективное мнение. Да, мы практикуем с нашими ребятами. Не часто. В данном случае моя личная инициатива. Мы практикуем какие-то такие вещи, отходящие от театра, но сопряжённые с профессией, с целью их развития, с целью выявления каких-то новых проявлений, чего мы не знали. Бывают на концертах, кто-то поёт. Да, вот с гулья у неё студия. Она ребят возит. Кто-то песни записывает. Так что у нас можно развиваться. Давай напоследок, наверное, какие-то три пожелания, наставления ребятам, которые поступают, не поступают. Вообще, вот, наверное, что хочешь сказать просто от тебя? Тем, кто поступает, будьте смелыми. Наверное, это самое главное. И трудолюбивыми. А вообще твоим зрителям чего пожелать? Будьте простыми. В хорошем смысле. Не та простота, которая хуже воровства, а та простота, которая располагает к себе людей. Та, между которой можно поставить практически равенство с добротой. Большое спасибо за потрясающий разговор. Было, правда, очень интересно. Ребята, все советы про поступление получили. Если есть ещё какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем очень советую приходить в студию при новом артеатре НАТ-2.0. Приходить в сам театр, где идут потрясающие искренние спектакли для всей семьи. Смотрите кино, она тоже по ссылочке внизу. Если кому-то нужен педагог, от всей души советую Женю. Его контакты мы тоже оставим внизу. Всем пока! Пока, ребят!